Матч на паркете МТЛ-арены стал вторым в серии за третье место Кубка России между Самарой и Куполы Родники из Ижевска. Первая встреча закончилась 97-91 в пользу Волжан, а потому они могли даже проиграть матч с разницей в 5 очков и меньше, чтобы завоевать бронзовые медали. Однако проигрывать перед своими болельщиками не входило в планы самарцев, и они сходу стали наращивать преимущество, полностью переиграв гостей в первой четверти 27-10. Когда проигрываешь 27-10, когда проигрываешь первую четверть, тяжело вообще, тяжело, когда так тяжело входишь в игру, тяжело держать ритм всю потом игру, потому что инициативой владеет соперник, нам приходится догонять только, так что это уже посложнее. Во второй четверти самарцы увеличили преимущество до 23 очков, и только после этого ижевчане вернулись в игру. Гости выдали небольшой рывок и сократили разницу до 8 очков, но волжане своевременно отвечали точными атаками и большего сопернику не позволяли. У нас, я так считаю, хороший коллектив, все это понимают, все друг друга настроили, помогли, в том плане, что не было такого разговора, матч за третье место, зачем это делать. Да, мы не попали в финал, но что получилось, то получилось. В третьей четверти куполы «Родники» подобрались еще немного ближе к Самаре на расстоянии 6 очков, но дальше хозяева уверенно контролировали ход встречи, проведя оставшуюся часть матча стабильно, без спадов. Любая игра, нужно побеждать, и любая победа, она всегда приятная. В этом случае, да, конечно, в силу того, что мы в прошлом году кубок выиграли, конечно, хотелось бы повторить, но я благодарен ребятам, они нашли мотивацию, что они не играют в финале и проявили себя, сыграли в полную силу. Самара победила в матче 93-83 и по сумме двух игр уверенно завоевала бронзовые медали. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!